Эта программа «Домашний доктор» подготовлена в школах Петрозаводска. Мы познакомим вас с работой стоматологических кабинетов. Они есть в 12 школах столицы Карелии, 43-я школа на Древлянке. Мы пришли сюда с главным врачом детской стоматологической поликлиники Иваном Васильевичем Белкиным. В предыдущих передачах мы очень много говорили о работе учреждения вообще. И, на мой взгляд, незначительное внимание уделяли достаточно большому отделению нашего учреждения. Это лечебно-профилактическое отделение, наши кабинеты в школах стоматологические. Там делается достаточно большой объем работы. Там работают наши врачи. Они проходят подготовку в нашей поликлинике, совмещая зачастую работу как в школьных кабинетах, так и в самой поликлинике. Это опытные врачи. Медицинские кабинеты, они должны быть по стандарту обязательны. Стоматологический кабинет уже на усмотрение школы, насколько она может найти площади. От количества детей, которые там обучаются. Для кого-то это вопрос престижа, наличие стоматологического кабинета. Плюс это вопрос удобства. То есть наш доктор составляет план работы на год. Он должен посмотреть все классы, оценить стоматологическое здоровье каждого ребенка и, исходя из этого, уже дать свои рекомендации. В школьных стоматологических кабинетах у нас проводится герметизация фиссур постоянных зубов, лечение неосложненных форм кариеса, обучение ребенка гигиене полости рта, осмотры обязательно. Если же врач выявляет зубочерестную аномалию, то направляем к нам в детскую стоматологическую поликлинию Нокалинина 51А, что у нас не проводится в кабинетах. Это лечение осложненного кариеса, тоже мы даем направление, удаление молочных и постоянных зубов и лечение зубов под общим наркозом. Под анестезией мы здесь зубки не лечим. Очередной прием в стоматологическом кабинете 43-й школы. В школе почти 800 учащихся. Там герметизация была постоянных зубов мальчика. Герметизация – это профилактика кариеса. Вычищается зубик от налета, где фиссура не вычищает жевательную поверхность. Мы расчищаем это все, счищаем весь налет, закрываем герметиком и лампочкой засвечиваем специально. Как складывается здесь взаимоотношение со школьниками и родителями? Сначала приглашаем на осмотр, рассматриваем, разговариваем о чистке, гигиене, осматривают, дают согласие. Они уже согласие несут родителям. Родители заполняют, если дают согласие, то начинаем. Без согласия даже на осмотр не имеем права. В нашем разговоре несколько раз прозвучало слово «согласие». Это очень важный документ в школьном стоматологическом кабинете. Чтобы провести осмотр ребенку до 15 лет, мы выдаем согласие родителям для проведения осмотра, где родители заполняют, согласен или не согласен, чтобы его ребенка осматривали. Если же ребенок приносит согласие на осмотр и все подписано, что родители не против, тогда, конечно же, доктор у нас проводит осмотр с последующим составлением плана лечения. В следующее посещение дается согласие на лечение, где указываются все процедуры, которые необходимы ребенку. Родитель также пишет свое согласие, либо согласен на какие-то процедуры, либо не согласен. И доктор уже по мере этого, где стоит согласие, выполняет процедуры ребенку. Да, у нас очень строго. До 15 лет заполняют родители, с 15 лет заполняет ребенок самостоятельно. В этом мы убедились еще раз, побывав в первом лицее Петрозаводска, что на Древлянке. Обратите внимание, здесь учатся почти 1400 школьников. Сосматриваем для начала всю школу. Дети не то, что идут с охоты, они просто бегут к зоному врачу. Да, у нас стоит очередь, обычно, всегда у кабинета. Поэтому у нас проблем с пациентами нет. Лечим мы, начиная, в основном с начальной школы, постепенно подходим к 11 классам. С родителями, конечно, нужно работать, но дело в том, что мы здесь находимся как бы изолировано от родителей. Мы всегда идем на контакт, мы всегда детям говорим, если вы хотите, чтобы мама и папа присутствовали без проблем, то есть у нас приходят родители, держат детей за руки, поддерживая их. А так и родители сами приходят, узнают, что когда узнали, что есть доктор, приходят, сами спрашивают, как можно подойти. То есть мы в контакте с родителями всегда. Сегодня дети уже со школьной скамьи задумываются о своем имидже. Вопрос закономерный. Я считаю, что у них самое первое это эстетический эффект. Вот от красивой улыбки. То есть они сейчас озабочены этим. То есть если раньше при лечении зубочелюстных аномалий, даже если мы возьмем, там различные пластинки, брекеты и так далее, дети стеснялись. То теперь в настоящее время дети наоборот нацелены на то, чтобы исправить зубы какими бы то ни было способами. И поэтому сейчас мы очень востребованы. И как обычно в нашей программе советы врача. Ну, советы такие самые простые. Это обязательно гигиена полости рта. Два раза в день. Это обязательно. Затем также это осмотр стоматолога. Вот частенько у детей спрашиваешь, а как часто нужно ходить к стоматологу? Они не знают. Они думают, что вот заболела, и пошел. Вот. Конечно, это заблуждение. И в основном много удалений зубов случается по этой причине. Что идем, когда болит. А не когда это нужно сделать с профилактической целью. То есть мы это делаем раз в полгода обязательно. Осмотр стоматолога. Желательно, конечно, можно и чаще. Раз в три месяца. Это никто не запрещает. Ну и не самое главное, но тоже основополагающее – это питание. Следить за питанием ребенка, следить за тем, чтобы они не употребляли очень много сладких продуктов, больше употребляли молочных продуктов, рыбу, мясо. И, конечно, жевательная нагрузка. То есть яблоки, морковку, чтобы дети обязательно грызли. Жевательная резинка. Пользоваться нужно, да? Потому что вот в школе ребенок не может почистить зубы. Полоскать они тоже не будут ходить после каждого приема пищи. То есть в течение 50 минут желательную резинку применять можно. Только детскую, да? Которая не содержит сахаров. Сейчас родители стали как-то трепетнее относиться к зубам, к здоровью детей, да? Следить уже за питанием, за чисткой зубов. То есть если раз им покажешь, да, они уже начинают контролировать этого ребенка. Также приходит вот сейчас герметизация, да, у нас распространенная процедура. Родители уже сами подходят докторам и просятся, чтобы возьмите нас, пожалуйста, на герметизацию, да, чтобы мы сделали, чтобы у нас не было кариеса. Приходилось неоднократно слышать о том, что когда родители приводят ребенка к школьному стоматологу, часто сами задумываются, а в каком состоянии у них зубы. Хорошо бы иметь семейного доктора. В детской стоматологической поликлинике на улице Калинина, 51А, эту просьбу услышали и проблему решили. Ну, смотрите, как только мы получили лицензию дополнительно, которая позволила нам принимать, в том числе и взрослых, это работает последние три года. И я считаю, достаточно успешно. Мы видим, что люди потихоньку привыкают, начинают нам доверять, нашим специалистам, нашему учреждению и обращаются не только с проблемами у детей, но и со своими тоже. И я считаю, что наши пациенты остаются довольными, работая наших докторов. Лечение в школьных стоматологических кабинетах бесплатное, но в связи с перестройкой преобразования и различными преобразованиями в школах сохранятся ли зубные кабинеты. Я считаю, что это очень хороший, удобный вид взаимодействия, работы со школами. И наоборот, нам нужно сохранить то, что у нас есть и по возможности расширять наше присутствие в школах, чтобы все школьники, все дети, которые уходят в средние учебные заведения, имели равный доступ к подобной помощи. У нас все-таки эндемичный район по Калинису, да, Карелия. И чем раньше родители начнут заботиться о становлении здоровья детей, тем, я считаю, что лучше будет в дальнейшем. Поэтому иметь возможность в школе в любой момент либо доктор берет плановое, либо подойти и обратиться с какими-то вопросами вне рамок этого, я считаю, это очень хорошая возможность не пропустить то есть заболевание в самом начале. Пока только в 12 школах Петрозаводска есть стоматологические кабинеты и в этом огромная заслуга директоров школ, которые неформально подходят к вопросу о здоровье учащихся. Появятся ли новые стоматологические кабинеты в школах? Для того, чтобы мы могли открыть школьный кабинет, то есть нам нужно, чтобы школа нашла помещение, у нее было желание. Помещение должно соответствовать всем санитарным правилам, которые есть на данный момент. Это требования к площади, к отделке, к оборудованию кабинета. Плюс нам необходимо пролицензировать кабинет, и после этого мы можем там организовать полноценный прием в рамках лечебно-профилактического отделения. Плюс для этого, естественно, необходимы кадры. То есть этот вопрос тоже решается. Сейчас мы рассматриваем возможность открытия еще двух кабинетов, двух кабинетов, двух школ. То есть, соответственно, мы планируем оснастить оборудованием и подобрать кадры с отсутствующей квалификацией. При условии того, что нам удастся решить вопросы со школами. Редактор субтитров А.Семкин